Всем привет дорогие друзья, с вами опять же RQBEC и сегодня мы продолжим разработку нашего проекта SMS Handy. На прошлом уроке мы сделали базу и логику для нашей программы, а сегодня сделаем под нее пользовательский интерфейс. И для начала давайте установим программу SynBuilder. Для этого откроем браузер, в поисковой строке вводим gluon.synBuilder. Откроем сайт gluon.hq.com, крутим вниз и выбираем Windows Installer. Нажимаем Download и подождем. Выбираем папку, куда нужно установить. Давайте я выберу Desktop. И здесь мы подождем пока программа загрузится. И вот видим то, что программа у нас загрузилась. Открываем его. Выбираем здесь Accept. И будем нажимать кнопку Далее, пока программа у нас не установится. И вот после установки программы она сразу же запустится. Все, на этом мы установили программу SynBuilder. И после этого начнем разрабатывать наш проект. И вот SynBuilder мы установили. Его установку я показал вам на примере операционной системы Windows. А дальше я сам буду разрабатывать на операционной системе Linux. И особо отличий тут, то есть отличий вообще нет в работе. И давайте же откроем IntelJ. Откроем тот наш проект. Откроем самый главный класс Main. И удаляем все, что мы здесь написали. Удаляем все это. И чтобы сделать так, чтобы он работал с JavaFX, Main должен экстендить от Application. Пишем здесь Application. Выбираем здесь именно тот Application, который находится в Package JavaFX. И мы видим то, что здесь появилась ошибка. Дело в том, что Application должен имплементировать метод Start. Давайте напишем. Public, Void, Start. В параметрах он берет Stage. Stage также импортируем от Package JavaFX. Stage, Stage. И видим то, что ошибка исчезла. Также добавим метод PublicStateVoidMain. Здесь делаем, то есть определим, напишем метод Launch. И передадим ARGS. Все. Теперь, Stage он должен... Stage это... Stage означает это окно. Давайте делаем... Установим ему title. Так, SetTitle напишем. Давайте напишем мобильная сеть. Stage. Давайте сделаем просто Stage Show. Show это показать окно. И запустим этот проект. Для проверки. И вот окно у нас появилось. Теперь. И вот теперь самое время открыть программу ThinBuilder. И вот она у меня открылась. Теперь обратно перейдем в этот... В IntelliJ. В Views напишем... То есть создадим файл fxml. Пусть это будет mainview.fxml. Все, теперь этот созданный файл открываем через ThinBuilder. Он у меня находится в папке Programming. В Projects. Java. SMS Handy Lesson. Папка SRC. Views. И mainview.fxml. И вот он пока здесь... Он пустой. Добавим его корневой элемент BorderPane. Также добавим его меню. Меню бар. Меню бар добавим в топ. Чтобы он был сверху. Давайте сразу поменяем вот эти названия. Пусть первый будет называться... Ну, например, Главное. Эдит сделаем. Редактировать. Редактировать. И help. Сделаем помощь. BorderPane у нас... Будет 600 на 400. Пока что. Или давайте сделаем... Так как мы потом будем внутри этого BorderPane помещать другой EncarPane, который будет иметь размер 600 на 400. Давайте его немножко поменяем. Узнаем, чтобы меню не закрывал часть EncarPane. Да, сейчас может быть это непонятно, но потом все будет яснее. Просто поменяем, добавим ему еще 30 пикселей на BorderPane. Так, высота пусть будет 450. Сохраняем файл. Перейдем в IntelliJ. Видим то, что код автоматически уже сгенерировался, так как мы там сохранили. Для сохранения вы можете либо файл Save, либо нажать просто Ctrl и S. Теперь в Мейне будем считывать вот этот вот fxml. Или давайте все это создадим в отдельный метод. То есть выделим в отдельный метод, который будет приватным. void, load, main, view. И еще создадим вот здесь приватные поля. Давайте для окна. Так, main stage создадим. Здесь сразу же присвоим main stage вот этот stage переданный. Stage. И после этого будем работать с самим main stage. Здесь создадим fxml loader. Это объект, который будет считывать fxml файла. New fxml loader. После этого передадим loader.setLocation. GetResource. Будем указывать адрес того fxml файла. И вот здесь мы видим то, что у нас есть четыре такие папки. Это app, где находится сам вот этот класс main. У нас есть и view, где находится main view. И вот, когда мы пишем getClass.getResource, он сейчас находится внутри папки app. Чтобы выйти на одну папку выше, мы ставим две точки. И потом слэш. После слэша мы окажемся внутри папки src. И в этой папке src у нас есть папка views. Давайте напишем views. Слэш. Слэш мы оказались внутри views. И там есть файл main view.fxml. Вот. Потом, так как мы там указывали здесь border pane, самый корневой. Здесь создадим border pane. border pane, это он находится внутри паккажа java.fx. Просто назовем pane равно loader.load. И здесь вышла ошибка, так как мы здесь считываем файл. То есть происходит. И если он не найдет вот этот файл, то он выбросит ошибку. И так как он может произвести ошибку, мы должны объявить то, что он может произвести ошибку. Нажимаем для этого alt enter и add exception method. После этого добавится вот такое выражение. И все. Потом создадим сцену. Сцена это такая, можно сказать, то, что находится внутри окна. Для сцены мы должны указать вот этот пейн, который мы считали вверху. Потом в main stage. В main stage. В самом главном stage сделаем set scene. И вот этот созданный scene. И после этого сделаем main stage.show. Здесь вот этот show мы уберем, а просто пропишем название вот этого метода. Load main view. Так, так как этот метод может бросить exception, тут тоже говорится, что мы должны добавить его вверху. И вот. Давайте теперь запустим еще раз. Мы должны увидеть тот вид, который мы создали здесь. Создали на scene builder. И вот действительно мы видим. То окно. Так, закроем. И теперь давайте создадим вид для провайдеров. Переходим к папке views. Создаем новый файл. Так, это будет у нас provider. Provider view. Так. Создадим еще раз. Provider view. Удалим все, что здесь находится. И откроем этот файл через scene builder. Выбираем provider view. Сперва добавим. Теперь будем работать именно с anchor pane. Так, мы добавили его. И теперь создадим. Теперь нам нужно разделить. Будем делить это окно на два, чтобы с левой части был список провайдеров, а справа информация об этом провайдере и кнопки для изменения этого провайдера. Для, чтобы разделить, мы будем использовать split pane. Здесь есть два. Это horizontal и vertical. Выберем horizontal. Давайте нажимаем два раза. Сделаем так, чтобы он занимал все доступное пространство. Так, preferred computed size. Rate. Так. Если он так не будет, давайте сделаем вручную все. Все. Где-то вот так. Нормально, да. Чтобы выводить список всех провайдеров, будем использовать table view. Также его... Так. И вот, смотрите, внутри split pane у нас находятся два anchor pane. Первый это слева. Второй это, который будет справа. В правый anchor pane мы добавим table view. Так он и добавляет. Давайте его вырежем. Вот этот table view, он должен быть внутри этого anchor pane. Сделаем cut, вырезать потом, выбираем левый и выбираем past inter. И вот теперь он внутри table view. Так, preferred. Здесь preferred работает, а вот этот... А ширина почему-то нет. Давайте тоже вручную. Сделаем тоже вручную. И внутри у него стоят два таких... Две колонки. Давайте тоже все это сделаем вручную. Давайте еще удалим вот этот второй столбик, потому что он нам не нужен. Он будет нужен нам тогда, когда мы будем добавлять, то есть выводить список абонентов. А здесь нам достаточно выводить только имя этого провайдера. Так. И C1 текст поменяем на имя. Потому что здесь будет имя провайдера. Вот. Имя теперь с правой стороны у нас будет... Мы будем... То есть выводить детали, то есть информацию о выбранном провайдере. Здесь удобнее будет использовать grid pane. Также его вырежем. И будем вставлять на второй anchor pane. Вот. Он добавился. И будем теперь добавлять вот эти лейбл. Чтобы вводить... Чтобы писать что-то. Нам понадобится не один, а много вот таких лейблов. Также здесь выделим все вот эти лейблы. Вырежем. И вставим внутри grid pane. Сейчас все они... Все они добавились в самый первый. Первый пусть он стоит так же. Второй. Второй мы поменяем вот так. RowIndex это... Индекс строки. И ColumnIndex это... Индекс столбца. RowIndex у него будет один. Второго. И у третьего будет... Два. И поменяем вот эти лейблы. То есть название так. Это у него будет имя. Поэточие так. Имя. Здесь вторым будет у него номер. Третьим у него пусть будет баланс. Также выделим вот эту строку grid pane. И сделаем add row below. Чтобы добавить еще больше таких строк. Так. Имя, баланс, номер, провайдер. Так. Еще у него количество принятых смс. Количество отправленных смс. Давайте перейдем к IntelG. И посмотрим какие еще свойства имеет провайдер. А. Мы же работаем с провайдером. У него есть только имя и список абонентов. Да. Получается имя. Вторым у него будет список. То есть не список, а количество абонентов. Я как-то перепутал. Думал то, что мы работаем с абонентами. С телефонами. Количество абонентов. Третьим у него будет. Так. Ну, вроде бы у него все. Только эти тогда. Все вот эти лишние строки мы удалим. Но по необходимости мы можем добавить и потом. Все. Теперь. Сделаем, чтобы GridPay немножко... Мы видим то, что он прям прилепился к левой части. И сделаем так, чтобы он имел немножко отступ где-то в 15 пикселей. И так же 15 пикселей сверху. Так же его растянем на... Тоже 15. Снизу пусть будет где-то... Давайте сделаем это вручную. Где-то вот так. И, пожалуй, так же сделаем SplitPay немножко... Так. Где-то вот так. Также добавим кнопки для изменения этих провайдеров. Нам нужно будет 3 баттона для удаления, изменения и добавления нового провайдера. Выделим. Так. Cut. Выбираем AnchorPay и вставляем в него. И для работы с кнопок лучше использовать H-Box. Так. Это типа коробка, в которой будут находиться все вот эти 3 кнопки. Выбираем. Break in. И вот. Теперь мы работаем не с самими кнопками, а мы их сгруппировали. Как бы. Для H-Box сделаем так, чтобы он немножко где-то на 15 пикселей отходил снизу. И 15 пикселей где-то справа. Так же сделаем, чтобы отступ между кнопками было тоже где-то в 20 пикселей. И создадим статичный размер для этих кнопок. Нам хватит где-то 100 пикселей. Для этого 100. И для всех остальных тоже 100. 100. Так. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось у нас совсем неплохо. А так же давайте немножко поменяем здесь 15 пикселей. И вот. Классно. Первая кнопка. Это у нас будет кнопка для добавления. Давайте напишем создать. Второй. Это будет у нас изменить. И третья кнопка. Это будет кнопка для удаления. Удалить. Удалить. Хорошо. Давайте все это сохраним. И посмотрим, что у нас получится там. Здесь. Переходим обратно же в главный класс. Мне кажется, нам вот этот метод он не нужен. Он просто занимает место. И из-за этого удалим вот этот метод. А просто запишем все это внутри. А этот метод удалим. И давайте зайдем в новый метод. который будет публичный. Void. Так. Load. Так. Давайте просто напишем Load Providers. Load Providers. Также зададим здесь. fxml loader. New fxml loader. New fxml loader. А потом у нас будет loader setlocation. Так. Get class. Get resource. Также выйдем в папку. Так. Так. Там views. Provider. Так. Provider. Здесь не пробел. View. Точка fxml. Там мы создавали, как мы помним, anchor pane. Так. Anchor pane pane. Равно меню. Loader. Load. Опять та ошибка. Сделаем. От enter. Так. Добавили. Добавим сцену. Так. Сцен. Сцен равна new scene. Так. Передадим pane. Так. И вот stage мы создавать не будем, так как stage это у нас окно. А окно у нас уже есть. Мы просто в это окно должны добавить еще одну сцену. Вот эту. Потом. Сцену мы создали. И выбираем main stage. А нет. Так. А давайте вот этот border pane мы выведем тоже как в поле. Border pane. Сделаем. Сделаем его main pane. Здесь. Уталим все это. Просто делаем main. Нет. Main pane. Исвоим. И вот здесь. Main. Main pane. Set center. Так. Set center означает то, что... Сейчас я вам покажу. Так. Как мы помним, в border pane у нас есть вот эти top. То есть в border pane отображение всех вот этих элементов идет по вот этим границам. В самый верх мы добавили вот этот меню бар. Теперь у нас здесь left, center, right, bottom. Теперь мы в center добавим вот эту вот цену для провайдеров. И вот здесь тоже давайте делаем main pane. Вот set center, send. А, send, оказывается, нам не нужна. Мы просто вот этот, передадим вот этот pane. Все, теперь в start, включим. То есть сперва сделаем load providers и потом включим. И потом покажем show. Давайте запустим. И проверим. Так, вот, отображение у нас идет отличное. Просто здесь есть какой-то отступ. Ногти вроде бы стоят нормально. Давайте разберемся, что с этими... Что с вот этими... Почему здесь появился отступ. Нам нужно узнать, сколько... То есть какой размер у вот этого меню бара. Я задал ему 450 пикселей. Наверное, это было много. Давайте делаем где-то 30 пикселей. Так, сохраним и запустим еще раз. А, вот теперь все... Теперь все отлично. И давайте подумаем, как мы сделаем отображение. То есть, как мы будем переключаться на отображение к списку телефонов. Мы можем сделать переключение по вот этим вот кнопкам. Давайте так и сделаем. Перейдем к меню бара. Главное. Первый элемент, где редактировать, добавим еще два пункта. У нас он был... У нас он был здесь. Delete, да? Мы делаем, делаем переключиться к провайдерам. И еще один переключиться к абонентам. А в помощь мы ничего менять не будем. И сделаем, чтобы вот этот клоус закрывал. Закрывал это окно. Меню item. То есть, первый. Delete мы сделаем. А давайте вот редактировать тоже поменяем на вид. Сделаем вид. Так. И первый элемент будет не Delete, а провайдеры. Так, провайдеры. Найдем еще один мини-итем. Мини-итем наш. Вот у нас мини-итем. Так. Здесь сделаем абоненты. Абоненты. И вот этот клоус поменяем на закрыть. И вот здесь напишем о программе. Ну, эту функцию мы, наверное, не будем реализовать. Я, как раз, выбрал Save As. Выберем Save. Так, это окно мы закроем. И запустим еще раз. Вот. Помощь получается в программе. Но они пока не работают. Вид провайдеры, вид абоненты. Главное закрыт. Ну, в основном все отлично, да? Так, теперь начнем с того, что добавим кнопку для закрытия. И чтобы добавить какую-нибудь логику для какого-то вида, мы должны создать под них контроллеры. Давайте сперва создадим контроллер для MainView. Контроллер это обычный Java класс. Назовем его MainViewController. MainViewController. И здесь укажем то, что контроллером является именно вот этот класс MainViewController. Для этого переходим к самому, к самому корневому элементу FXController. И здесь выберем контроллер точка MainViewController. Все, мы сделали это. Теперь создадим. Так, найдем вот этот меню-итем. Вот, закрыть, текст закрыть. И добавим ему атрибут onAction. И сделаем название метода. onAction, потом решетка. И название метод handleClose. Он сейчас красный, потому что внутри MainViewController он не может найти вот этот метод. Давайте создадим этот метод. Чтобы указать то, что метод принадлежит к FXML, указываем аннотацию FXML сверху и после этого внутри, после этого пишем. И методы должны быть обязательно публичные. Мы назвали handleClose. Теперь обратно перейдем к MainView. Теперь видим то, что ошибка исчезла. Теперь он не красный. Так, чтобы вот этот метод, он, этот метод должен закрывать то главное окно. Чтобы его закрыть, мы должны указать, передать ему тот главный стейдж, вот этот MainStage. Давайте вот здесь, после SetScene, создадим контроллер. MainViewController. MainViewController. Мы называем контроллер. Равно loader.getController. Так, loader у нас полки считывает. И возвращаем ему тот контроллер. Потом, внутри контроллера создадим как приватный стейдж. PrivateStage. Назовем его MainStage. Или, а давайте, да, MainStage. И создадим под него getter. То есть, setter. Setter. И handleClose он будет закрывать MainStage.Close. Все, теперь здесь нам осталось передать контроллеру этот стейдж. SetMainStage. И передадим ему MainStage. Давайте проверим. Так, главное закрыть. Все, все работает. Теперь создадим вид для абонентов. Давай создадим еще один файл. Файл у нас будет называться Abonance.eview.fxml Так, откроем его. Давайте скопируем ему тот же код, который и был в этом, в ProviderView. Все это скопируем. Тут вставляем. И здесь откроем этот fxml. Так, AbonanceView. И немножко поменяем. А, во-первых, нам не хватит одного столбца для названия. Одного столбца нам не хватит. Давайте создадим, добавим еще один колумн. Table. Найдем здесь table. Table column. Или продублируем имя и на втором напишем номер. Мне кажется, что место, которое мы дали для списка, очень как-то маловато. Немножко маловато. Здесь ноль. Здесь тоже ноль. Здесь тоже ноль. И давайте SpeedPay немножко поменяем, чтобы где-то вот так было. И вот эти кнопки. Для кнопок сделаем, чтобы отступ был где-то в 10 пикселей. Так. Тоже 10. И снизу тоже 10. Кнопки также не поместились. И вот здесь где-то скажем, да. Столько хватит. Так. И давайте сам этот EncorePaint сделаем где-то в 650 пикселей. Чтобы немножко побольше было. Так. И SplitPaint. Отсюда 0. Отсюда тоже 0. Отсюда тоже 0. Сверху тоже 0. Угу. И вот. Теперь теперь все стало нормально. Так. Так. Эти колумны поменяем. Номер. Да. Думаю, так. Для номера хватит. Все это сохраним. Также сразу поменяем для всех остальных, а то у нас выйдет проблема в том, что она не поместится. Мы выбрали то, что ширина будет в 650 пикселей. 650. Так. Это сохраним. Также для Provider View тоже сделаем 650 пикселей. Давайте просто возьмем код, который находится в Abonance View, скопируем и вставим в Provider. Так. Все это удалим и вставим. А, еще не забудем то, что у Provider нету номера. Удалим этот номер. Все, теперь сохраним. Так. Теперь поработаем с Abonance View. Номер есть. И вот у них в Grid Pay должно быть побольше этих срок. Добавим эти сроки. и так же увеличим немножко. Playout Encore Pain не 302, а пускай будет где-то вот столько. Ради 302. Add Row. Так. Это имя, номер, баланс, потом количество принятых, количество отправленных и Provider, да? 5 полей. Давайте посмотрим в BundleJ сколько полей у фоунов. Имя 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 полей. Да. У нас 6 полей. Теперь осталось добавить вот эти лейблы. Давайте просто будем их дублировать. Так. 5, и 6. Первый на своем месте. Так. Второй пусть у него будет Row Index 2. Так. Пусть у него будет 3. Пусть у него будет 4. и пусть у последнего будет 5. Теперь поменяем. Поменяем для них тексты. Кто у него будет номер, кто у него будет баланс, провайдер. И здесь количество принятых и количество отправленных. отправленных, да. Давайте просто напишем при количество принятых. принятых. Количество отправленных, да. Так, у нас получилось 2 двоиточа. Одно берем. все. И для телефонов также у них будет создать изменить и уторить, но кроме этого у них будет еще и еще три кнопки. То есть да, вот еще три кнопки. Давайте продублируем вот этот H-Box. Так, поместим его так, справа пускай у него будет тоже 10. Так, справа тоже 10. И снизу где-то 1 на 40. тогда 45. Нормально. Создать у них новое сообщение. Новое сообщение у нас не поместилось. Тогда сделаем новый смс. Новое смс, потом второе пусть будет так, какие у них сообщения. А, давайте пополнить, да, пополнить. Пополнить баланс. Так, и третье. Давайте сделаем сообщение. Так, первая кнопка для отправки нового сообщения, вторая для пополнения баланса, третья, чтобы увидеть отправлен, то есть какие сообщения есть у данного телефона, у выбранного. теперь нам осталось сохранить и сделать так, чтобы когда мы нажимаем, то есть когда мы в меню выбираем провайдеры или телефоны, чтобы переключалось, чтобы окно переключалось. Давайте сделаем превив. Когда мы выбираем провайдеры, то есть выводилось список провайдеров, а когда абоненты выводилось список абонентов. Так, для этого обратно переходим к MainView Controller и нужно выбрать давайте перейдем к MainView Get Out вот эти два меню айтем у нас есть. Сделаем onAction метод switch to давайте сделаем просто show провайдер показать провайдеры и для второго делаем решетка и show абонент и сразу сразу же создадим вот эти два метода так fxml public void show providers public void show абонент абонент так так как переключение у нас происходит в главном методе main то нам неплохо было бы иметь экземпляр вот этого мейна внутри этого контроллера давайте сделаем 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 атрибут main и здесь мы выбираем именно app который находится в package app вот вот app сразу импортировался этот main и сделаем под него set set теперь переходим к main и вот float providers у нас это метод который показывал нам нам вот этих провайдеров давайте делаем его поменяем на show switch to switch to provider view switch to provider view и также с этим еще один метод который будет switch to switch to абонент switch to абонент view абонент view fxml loader главное new xml loader loader set location get class get resource views потом абонент абонент view .fxml потом там у нас был anchor pane anchor pane равна loader . load так же сделаем alt enter потом main pane сделаем set center set pane все давайте в самом начале пусть будет switch to provider view потом после этого в зависимости от нажатия вот этих кнопок будем переключать например когда будут вызываться show providers он будет вызываться тогда когда нажимает на вот эти меню айтемы когда будут когда будут нажимать на вот эти провайдеры или абоненты вот в реализации напишем то что когда шоу провайдер то есть от мэйна будет вызываться метод свитч то что провайдер тут тоже просто чтобы добавить этот эксцент так и а если нажать а если нажать оппоненты то switch to opponent view так же затем вот эти эксцепшены и нам нам осталось указать на main view контроллер вот этот сам мэйн main view контроллер считывается здесь контроллер . set set main и main это он сам и сделаем просто this и давайте проверим еще раз запустим так вот видит в самом начале у нас здесь стоит провайдер view нажимаем абонент и вот у нас переключилась на абоненты опять выбираем провайдер то обратно провайдера все работает все исправно работает теперь осталось сделать так чтобы вот здесь выводилась список абонентов то есть список вот этих провайдеров давайте обратно перейдем в сам main class здесь создадим observable list и кстати observable list это такой же релиз но он предназначен для работы внутри то есть для работы с java fx только для этого и так же мы сделаем здесь будет список провайдеров то есть работа с ним такая же как и работа с этим как и работа с эрлистом просто он не создается то есть он создается так fx collections потом так почему не работает а мы оказывается забыли дать ему имя пусть будет провайдер это равно fx collections точка observable araylist все и создадим конструктор под main ничего выбирать не надо так обычный конструктор и будем просто при создании добавлять три создадим три провайдера провайдер так не провайдер пусть это будет никак так вот о провайдер точка add new провайдер пусть это будет никаком и 3 пусть будет beeline кейджи так осталось сделать так чтобы вот этот массив передавался передавался в этот провайдер провайдер view так теперь провайдер view мы подняться за этим тоже отдельный контроллер это будет провайдер view контроллер так укажем здесь в самом корневом элементе укажем контроллер так контроллер контроллер точка провайдер контроллер и здесь нам нужно указать название для вот этих для вот этих table view наверное здесь немножко непонятно будем работать здесь здесь мы почти все закончили просто закроем его ну и берем save так это у нас оппонент и это у нас провайдер view да вот оппонент для table view дадим название id так вот вот код всем будет называться провайдер провайдер с провайдер стейбл и вот этот колумн так провайдер на name колумн все мы сохранили теперь переходим в контроллер так как мы видим то что сразу здесь сразу же написали вот эти названия которые мы там давали для полей которые находятся внутри внутри fxml окна тоже будем задавать аннотацию fxml private сперва table view table view мы выбираем не swing а именно javafx а внутри table view у нас будут провайдеры пишем провайдер так и здесь мы назвали его провайдер table просто провайдер table так если она серый то наверняка мы дали ему то есть мы не назвали его так как как мы здесь указывали так а оказывается это был провайдер table добавим здесь s все если вы видите вот такой значок то он у вас связан теперь для column private table column здесь тоже выбираем javafx table column это сперва объект и и какой то есть какая характеристика то есть какое свойство будет выводиться его название мы его назвали провайдер name column значок появился все теперь провайдер name column есть такой метод initialize который вызывается при 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 считывании этого fxml файла он называется initialize initialize здесь укажем то что провайдер table провайдер table должен заполниться объектами из того из той коллекции который находится внутри main view контроллера из этого давайте сделаем тоже тоже будем иметь экземпляр main здесь тоже main main пусть он будет приватным также сделаем под него setter set main и внутри main передадим вот этот main мы считывали его здесь switch to абонент view нет switch to provider view так создадим controller provider view controller 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 равно loader get controller controller set main сделаем this и также создадим getter под вот этот providers его мы создадим где-то здесь getter providers get providers теперь переходим к provider view controller initialize а давайте вот после того как set main мы укажем то что providers views providers table set items и items берем с main get providers get providers потом давайте попробуем сейчас попробуем его запустить что у нас получится вот у нас получается здесь уже есть вот эти три объекта но так как мы не указали то что здесь нужно выводить именно имя провайдера они сейчас не выводятся давайте сделаем чтобы имена выводились выбираем провайдер name column set sell value factory здесь мы будем использовать лямбда выражения sell value и для 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 вывода какого-нибудь стринг значения в java fx используется стринг property то есть это не обязательно понимать просто нужно уметь использовать его так sell value . get value и здесь у нас вводятся методы этого провайдера мы будем вводить get name вот get name все давайте допустим еще раз и вот теперь мы видим имена этих провайдеров которые мы создавали там так все отлично теперь осталось чтобы вот здесь выводилась именно все вот эти характеристики для этого давайте откроем давайте вот здесь из этим еще лейблы в которые мы будем заносить именно именно вот эти даты именно так layout него просто будет один column index вот он сюда перешел и для второго тоже нет сейчас row index 1 и column index тоже 1 а вот здесь укажем пока что не выбрано то есть это значение по умолчанию если не выбран ни один провайдер не выбран сохраним и также дадим название этим лейблам чтобы мы потом могли их менять это будет name label а это у нас оба 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 количество абонентов оба 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 щель до оба 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 обо инстаграм количество абонентов. Теперь в ProviderStable нужно указать, чтобы когда мы выбираем вот эти значения менялись. Давайте теперь рассуждим метод public void showProviderInfo, будем передавать в Provider и если Provider не равен нулю, то nameLabel поменяем, setText Provider.getName. Также AbonAmountLabel.setText, берем Provider, берем AbonentsList и берем size. Получается size он передает не string значение, а числовое значение из-за этого он выдает ошибку. Давайте сделаем string.valueOf и передаем это значение. Все, теперь все отлично. А else, если Provider равен, если он как бы не инициализирован, то nameLabel сделаем setText, обратно не выбран. Так, Abon, AbonLabel тоже setText, не выбран. Все, теперь будем вызывать вот этот метод, когда сделаем так, чтобы когда мы нажимаем, мы выбираем одного провайдера, чтобы вот этот метод вызывался. Для этого берем Provider Stable.getSelectionModel. selectItemProperty, addListener. Здесь мы также будем использовать лямбда выражение. здесь мы вызовем этот метод showProviderInfo и передадим ему новое значение. Давайте проверим еще раз. Вот, пока что не выбрано, не выбран. Этот мы потом уберем. Вот мы выбрали, вышла Megacom и 0. e-line 0. Все, все отлично. Теперь давайте вот здесь вот этот O уберем, чтобы было не выбрано. Теперь нам осталось добавить функции для вот этих кнопок создать, изменить и удалить. Для этого обратно давайте вот создать. Добавим ему onAction. Так, onAction это будет handle newProvider. handle newProvider, это будет handleEditProvider, это будет handleDeleteProvider. Теперь зайдем все вот эти три метода. Это у нас fxml public void handle newProvider. Если он желтый, значит он соединился. Если мы бы, например, написали неправильно, то он бы стал серым. И для проверки, связался ли он с тем методом, мы проверяем через вот этот, желтый, через цвет. public void мы писали handleEditProvider. Желтый, все отлично. Так, public void handleDeleteProvider. Все отлично. Так, handle newProvider. Здесь мы должны создать новый провидер, да? Нам нужно создать новый fxml файл. Давайте зайдем java-class, то есть не java-class, а обычный файл. newProvider.fxml 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 Так, откроем этот отсюда. NewProvider.fxml Так, здесь он пустой. Давайте опять же будем использовать anchorPaint. Так, делаем его поменьше. Вот так. Добавим сюда, пожалуй, gridPaint. Так, нам по идее нужна только одна строка. Первая это будет label. И на втором у нас будет textField для ввода имени. И потом нам еще понадобится два баттена. Вот эти два баттена сразу поместим в этот washbox. Пусть он будет где-то на 10 пикселей снизу, на 10 пикселей справа. И где-то 10 пикселями отделяться. Ну и не здесь, давайте возьмем 15. Так, мы видим то, что он какой-то стал большой. А, давайте поместим вот эти два значения в gridPaint. Cut, gridPaint, paste, enter. Сам gridPaint пусть он будет где-то на 20 пикселей сверху. На 20 пикселей слева. И на 20 пикселей справа. Так, тоже сделаем littleCut. TextField мы поместим на второй столбик. Столбик то есть. Вот. Вот. Также. Вот здесь мы укажем имя. Напишем. Так, имя. Чтобы все было. по нашему сценарию сделаем так, здесь. Так, сейчас. 100. Он будет 100 и он также будет 100. 100. Первый будет. Окей. Второй будет от отмена. создать имя. Так, вроде бы все отлично. Давайте сохраним. Для создать. создать. Сразу укажем вот эти параметры. То есть. Здесь будет вызваться метод. Handle. 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 То есть. Создать. И здесь. Handle. Cancel. Admin. То есть. вот этот текст филд. У него ID будет. Name. TextField. Так. Все отлично. Теперь перейдем. Давайте. Под нее сразу создадим контроллер. NewProviderController. Сразу здесь объявим этот контроллер. Controllers. NewProviderController. В NewProviderController создадим вот эти два метода. Это у нас было. Так. VoidHandle. Create. Rehandle. Console. Также здесь был. TextField. Который нам нужен. Vivo. TextField. Java. Fix. Так. Name. TextField. Так. Все. Что еще нам нужно? Давайте вот эти лишние закроем. Мы были. Provider. Provider. Контроллер. Когда мы будем нажимать Handle NewProvider. Мы опять же воспользуемся FxmlLoader и покажем то окно для ввода имени. NewFxmlLoader. Так. Потом у нас там есть AnchorPane. А нет. Сделаем Loader.setLocation. GetClass. GetResource. Так. Там у нас папки Views. Нет. Views. Есть NewProvider. View.fxml. Потом мы создадим AnchorPane.pane. Равно Loader.plot. Сделаем ThatException. Так. После этого. Создадим Stage. А не создадим Сцена. SunSan равно NewSan. Передадим Paint. Создадим Stage. StageStage равно NewStage. Потому что это новое окно. Потом Stage сделаем SetSyncSync. Stage. SetTitle. В title мы напишем новый провайдер. Потом этот Stage покажем. Давайте просто проверим. Сейчас он не будет создавать нового провайдера. Просто при нажатии кнопки выйдет вот это окно. Так. Нажмем. И вот окно у нас вышло. Title у нас новый провайдер. Имя. Вот. И вот эти кнопки пока у нас не работают. И также здесь можно заметить то, что если мы обратно перейдем в это окно, то он переходит. А нам нужно сделать так, чтобы вот это окно, то есть, пока не закроем, он не переходил на вот это окно. Давайте сделаем еще так. Для этого переходим в Provider ViewController. Вот здесь окно это у нас Stage. Сделаем InitModality. Сделаем его модальным окном. Modality. WindowModel. Так. Stage.initAwner. InitAwner. Это окно, в которое не должно переходить. Это у нас MainStage. Так. У него MainStage оказывается нету. MainStage он находится в Main. Так. Да. В MainViewController. Это MainStage. Мы должны его передать. А мы можем еще этот в Main тоже передать. Так. ProviderView. Давайте сейчас здесь мы создадим вот этот Stage. MainStage. PrivateStage. MainStage. Создадим под него Setter. Так. Так. SetMainStage. Так. Переходим в Main. Здесь контроллер. Вот здесь создается. ProviderViewController. SetMainStage. Выберем MainStage. И обратно здесь мы были. А вот. InitAwner. Выберем MainStage. Так. И. После этого создадим новый контроллер. То есть. NewProviderController. Чтобы при создании кнопки ОК. Создавался новый провайдер. NewProviderController. Для создания. То есть. Чтобы создать нового провайдера. Мы должны добавить. То есть. Вот. В этот массив. Добавить новый элемент. Новый провайдер. Значит. Нам нужно. В NewProvider. Иметь. Экземпляр. Stage. 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 Под эти два параметра создадим Setter. Так. Это у нас. Main. Вот. Значит. Когда мы будем нажимать. Cancel. То мы просто вот этот. Stage. Закроем. Close. ProviderViewController. И вот. Controller. Set. SetMain. Укажем. Main. Потом еще и Controller. SetStage. SetStage. Мы передадим вот этот. Stage. Который. Здесь создается. Так. И вот. Когда мы будем нажимать. На кнопку ОК. То есть. На кнопку Создать. Мы создадим нового провайдера. Значит. Provider. Provider. Равно. NewProvider. Имя мы будем брать с. TextField. Name. TextField. GetText. И. Возьмем. GetProvider. Add. Provider. Теперь. Как раз. Мы создали. Мы должны. Обновить. Список. Обновить. Список. Этих. Список. Провайдер. Тейбла. Потому. Что. Провайдер. Тейбл. Он не сразу добавится. Из этого. Мы должны. Обновить. Его. Значит. Нам нужно иметь. Иметь доступ. К вот этому. Провайдер. Тейблу. Давайте. Сделаем это. Так. Construct. Сделаем. Геттер. От. Провайдер. Стейбл. Геттер. Мы сделали. Давайте. Еще. Сделаем экземпляр. Для этого родительского класса. Provider. View. Контроллер. Возьмем его. Parent. Контроллер. Создадим под него. Сектор. И вот здесь. В контроллеру передадим. Еще и этот. Контроллер. То есть. Это у нас. This. Вот. Вроде бы. Все. Да. Вот здесь. Возьмем. Контроллер. Get. Provider. Stable. Refresh. Он будет обновлять. Именно. Вот этот список. Давайте. Теперь. Проверим. Вот. У нас. Абоненты. Выбираем. Создать. Давайте. Например. Phonex. Окей. Все. Главное. Окно. Создалось. Но. Мы забыли. Чтобы после кнопки. Когда он создался. Чтобы закрыть вот это окно. Мы оказывается. Забыли. Из-за этого. Он появился. Но. Окно не исчезает. И. Также. Мы можем проверить. Что. Мы не можем перейти. На. На то окно. Пока. Мы не закроем. Вот это. И. Вот. Кнопка отмены. У нас должна закрывать окно. Да. Он закрывает. Отмен закрывать. Все. Мы должны теперь добавить. Чтобы после этого. Вот этот stage. Закрывался. Stage close. Все. Давайте. Закроем. И запустим еще раз. Создать. Phonex. Все. Создался. И окно закрылось. Если просто отмена. то он не будет создавать и вот а что если мы не будем ничего вводить а нажмем сразу создать то есть объект он создался все так что мы должны предотвратить создание пока если мы ничего не ввели для этого все вот это поместим в if и условием будет if name textfield.gettext.length то есть длина текста если будет больше нуля если будет больше то вот этот то есть вот эти стройки выполнятся а в остальном случае давайте выведем окно ошибки alert alert равно alert type у нас будет error ошибка так alert set set title будет тоже ошибка и set header текст будет введите название название провайдера и потом покажем этот alert alert show все давайте запустим еще раз создать нажимаем ok и получаем ошибку в виде названия провайдера окей теперь введем phonics и все он так теперь давайте создадим то есть добавим функцию для вот этих двух кнопок изменить и удалить как это у нас handle edit провайдер и handle delete провайдер давайте сперва delete провайдер для delete провайдера сперва выведем опять же alert вы действительно хотите удалить или нет alert так alert type будет confirmation подтверждение alert set title удаление alert set header text будет вы действительно хотите удалить этого провайдера потом теперь нам нужно то есть когда мы выбирали здесь когда мы выбирали alert type error там выводилась только одна кнопка когда у нас confirmation тут у нас выйдет две кнопки первые которых будет ok а второе это будет отмена и вот если мы нажмем на ok мы должны удалить его для этого сделаем optional так button type присвоим alert.show and wait название если мы нажали ok то обращаемся к providers table getSelectionModel getSelectedItem который будет возвращать нам телефона который там который там выбран а нет мы должны обратиться к main getProviders потом remove и теперь providers table.getSelectionModel и getSelectedItem и после этого нужно обновить вот этот provider table refresh refresh сделали давайте теперь проверим давайте beeline удалить вы действительно хотите удалить cancel или ok все он удален так никаком ок так все работает теперь осталось только handle edit provider для этого давайте воспользуемся тем же fxml который мы выбирали для создания addException пусть не новый провайдер а изменить title будет изменить провайдера так изменить провайдера потом после этого new provider так в провайдер нужно вот в new provider передать выбранного провайдера провайдер 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 а потом сделаем под нее тоже setter setter провайдер и здесь в edit controller.set provider провайдертейбл.getselectionmodel getselecteditem вот здесь потом нужно сделать поменять его так чтобы если провайдер передан то нужно его просто изменить а если он не передан то то нужно то есть то нужно просто изменить существующего провайдера для этого давайте сделаем ifl добавим ifProvider ifProvider равно нулю то создадим нового провайдера если он не равен нулю то берем провайдера и сделаем setname name.textfield.gettext и потом обновим parent controller getProviderTable и сделаем refresh вот вроде бы все да и еще сделаем так чтобы сразу в name table name.textfield сразу указался то есть написался название провайдера провайдера который мы хотим изменить getName и вот давайте проверим билайн давайте создадим нового сперва phonics вот phonics теперь мы хотим его изменить вот а вот видите сразу написался здесь phonics и например или билайн сразу билайн давайте поменяем билайн на просто билайн почему это он не работает да а то есть он поменялся просто окно окна не закрылось давайте здесь напишем не создать а просто окей чтобы для и того и того было только одна кнопка создать а просто окей окей сохраним и вот мы здесь мы закрывали стейч а здесь мы оказывается забыли его закрыть стейч точка close давайте все раз проверим билайн кейджи изменить кейджи убрали окей все стал билайном удалили все давайте обратно стейдем делаем кейджи все получается мы с объектами то есть с провайдер view закончили теперь нам осталось поработать с абонентами так так уж получилось что урок у нас затянулся аж на полторы часа чтобы не мучить ни вас ни себя пожалуй мы разделим урок по созданию пользовательского интерфейса на две части на этом пока остановимся и увидимся на следующем уроке всем пока субтитры